Владимир Адоевский, Мороз Иванович. В одном доме жили две девочки. Рукодельница Да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная, девочка рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставшись с постели за дело принималась. Печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, подтягивалась, сбоку-набок переваливалась. Уж наскучит ей лежать, так скажет спросонья. Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи мне башмачки. А потом как заговорит, нянюшка, нет ли булочки? Встанет, попрыгает, да и садит кокушку мув считать, сколько прилетело, да сколько улетело. А как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, чем же ей заняться. Вроде бы в постельку лечит, да спать не хочется, ей бы покушать, да есть не хочется, ей бы кокушку мув считать, да уже надоело. Сидит горемычно и плачет, да жалуется на всех, что и скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем, рукодельница воротится, воду процетит, в кувшины нальет, да еще какая затейница. Коль вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков, да песка крупного насыплет, ставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды, прямо в бумагу. А вода-то, знай, проходит сквозь песок, да сквозь угля, и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, то еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда и скучно, потому что и скучать-то было некогда. То за тем делом, то за другим, а тут смотришь и вечер, и день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревки, а веревка-то и оборвалась. Упало ведро в колодец, да? Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Прасковья была такая строгая, сердитая и говорит, «Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит перед ней печка. А в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый. Сидит, поглядывает, да и приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пасху. Идет она дальше, перед ней сад. А в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питалися, студеной росой омывалися. Кто нас с дерева стрясет, тот нас с собой и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше, смотрит, перед ней сидит старик, Мороз Иванович, седой-седой. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос и не сыплется. Духом дохнет, валит густой пар. А, сказал он, здорово, рукодельница, спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно уж я ничего горяченького не ел. Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. Знаю я, зачем ты пришла, говорит Мороз Иванович, ты ведерко в мой студеный колодец опустила, отдать тебе ведерко отдам. Только ты мне за то три дня послужи, будь умна, тебе же лучше, будешь ленива, тебе же хуже. А теперь, прибавил Мороз Иванович, мне, старику, и отдохнуть пора. Пойди-ка приготовь мне постель, да смотри, взбей хорошенько перину. Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда. И окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней бедные руки окостенели, и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего, работают бедные люди. Ничего, сказал Мороз Иванович, только снегом пальцы по три так отойдут, не основишь. Я ведь старик добрый, посмотри-ка, что у меня за диковинки. Тут он приподнял снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периной пробивается зеленая травка. Рукодельница стала жалкой бедной травке, и говорит она. Вот ты говоришь, что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь? Не выпускаю потому, говорит Мороз Иванович, что еще не время, еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она взошла и как бы вытянулась уже, а то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не взрела. Вот и я прикрыл мамоту зелень моей снежной периной, ты еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. И вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь. Ну а скажи мне, Мороз Иванович, сказала рукодельница, зачем ты в колодце-то сидишь? Я затем в колодце сижу, что весна приходит, сказал Мороз Иванович. Мне жарко становится, а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает. Оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета. А зачем ты, Мороз Иванович, спросила рукодельница, зимой по улицам ходишь да в окошке стучишь, А затем я в окошко стучусь, отвечал Мороз Иванович, чтобы не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, какие есть неряхи, что и печку истопить забудут, и трубу закрыть не закроют, и если закроют, да не вовремя. А когда еще не все угольки прогорели, оттого в горнице угар набывает. Голова может заболеть, в глазах становится зелено, даже совсем умереть от угара можно. А затем я еще в окошке стучусь, чтоб никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимой холодно, у которых нет шубки, да и дров купить не на что. Вот затем я в окошке стучусь, чтоб им помогать не забывали. Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница, между тем, все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать, и обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице, «Спасибо тебе, умная ты девочка. Хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделие деньги получают. Так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков, да сверх того вот тебе на память бриллиантик, косынку закалывать». Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий. Только она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал, «Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ки, у рукодельницы ведерки-пятаки!» Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней приключилось, нянюшка очень дивилась, а потом промолвила, «Вот видишь, ленивица, что люди за рукоделие получают?» «Иди-ка к старичку, да служи ему, поработай, в комнате у него прибери, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати, у нас к празднику денег мало». Ленивицу очень не по вкусу было идти к старичку работать, но пятачки получить, конечно, хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух, прямо ко дну. Смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, подглядывает, да приговаривает. «Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился, кто меня возьмет, тот со мной и пойдет». А ленивица ему в ответ, «Да как бы не так, мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться, захочешь, сам выскочишь». Идет она далее, перед ней сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя коварят. «Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеные росой омывались, то нас с дерева стрясят, то с нас себе и возьмет». «Да как бы не так, — отвечала ленивица, — мне себя утомлять, ручки поднимать, да сучи тянуть. Успею набрать, сами нападают». И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да сниженные комочки прикусывал. «Что тебе надо, девочка?» — спросил он. «Пришла я к тебе, — говорит ленивица, — послужить, да за работу получить». «Дельно, — ты сказала девочка, — отвечал старик, — за работу деньга следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Пойди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое почини, да белье повыштопай». Пошла ленивица, а дорогой думает. «Стану я себя утомлять, да пальцы знобить, а вы старик и не заметят, и на невзбитый перья не уснет». Старик в самом деле не заметил, или прикинул все, что не заметил. Лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как кушанье готовится, ей в голову не приходило. Да и лень ей было посмотреть-то. Вот она огляделась, и лежит перед ней зелень, мясо, рыба, уксус, горчица, квас. Все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала. Да и что большого труда не сдавать, как все было мытое, не мытое, так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила. А сама думает, зачем себя трудить, каждую вещь особо варить, ведь в желудке все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерцы не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и хрустел у него на зубах. Хорошо ты готовишь, заметил он, улыбаясь. Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да то часто выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить угощение и сделал обед на славу. Так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивица, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда, платье и белье ленивица нашивала, как его шьют, а то мы не спрашивала. Взяла была иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. А старик опять, будто бы ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да еще и спать уложил. А ленивица то и любо думает себе, а пусть и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Марыза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. Да какова же была твоя работа, спросил старичок. У школы на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. Да как же, отвечала ленивица, я ведь у тебя целых три дня жила. Знаешь, голубушка, отвечал старичок, что я тебе скажу. Жить и служить разница, да и работе работа рознь. Заметь это, вперед пригодится. Но, впрочем, если у тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет тебе и награда. С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила и то, и другое, даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. А вот, говорит, что я заработала. Не сестричи там, не горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. Видишь, какой тяжелый, да и бриллиант-то чуть не с кулак. Уж на это можно и к празднику обнову купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и палился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А пяток скачал на забор и громко закричал. А вы, детки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямо, что стороною, что шутки ради, а что в наставлении. Редактор субтитров А.Семкин